Друзья, приветствую в новом видео! Сегодня у меня для вас интересное и полезное видео, и особенно уместным оно будет для тех, кто приезжает в Великобританию и хочет сразу умело ориентироваться на местности. Говорить мы будем об адресах. Разглядывая уличные знаки, я заметила, что названия адресов в английском языке не ограничиваются только лишь наименованиями улица, street и проспект. Кстати, как вы скажете проспект на английском, подумайте, не торопитесь с ответом, и чуть позднее мы разберем возможные правильные варианты. Сегодня предлагаю посмотреть, как еще могут называться места в городе, ведь в русском языке у нас есть и площади, и бульвары, проулки, переулки, съезды и много еще чего. Оставайтесь со мной, если тема вас заинтересовала. Давайте сначала возьмем самые частые базовые наименования, это обычная улица, широкая улица или проспект, и шоссе, многополосная дорога, обычно за чертой города, которая соединяет далекие объекты. В английском языке это следующие слова. Street, Avenue и Road. Обратите внимание на проспект, это Avenue, а не Prospect. Проспект, как можно было бы подумать, в английском языке есть это слово, но оно имеет абсолютно другой смысл. Это вид на будущее, перспектива. Например, Promising Prospects, какие-то обнадеживающие перспективы. В этом есть, конечно, логика, потому что проспекты обычно длинные, и можно заранее посмотреть, что находится в отдалении. Кстати, в давние времена Невский проспект в Санкт-Петербурге называли Невской перспективой. Но все-таки это старая вариация, сейчас в современном языке такие замены невозможны, и говорить нужно правильно и корректно. Так что не допускайте этой ошибки, если вы живете на Невском или на другом проспекте, можете сказать My address is Nevsky Avenue. Есть и другой французский вариант. Помимо Avenue, да, это тоже французское слово, можно сказать Boulevard, да, Boulevard. Но это на усмотрение планировщиков, уж какое они слово-наменование выберут, такое и будет красоваться на картах. Еще разновидность широкой дороги, аллея, но все-таки здесь подразумевается наличие деревьев по обеим сторонам дороги, ограниченное автомобильное движение и более комфортное движение для пешеходов. Давайте теперь рассмотрим маленькие улочки и замкнутые пространства. Проулки, переулки можно называть словом Lane, Way или шотландским словом Wind. Извилистая дорожка в виде полумесяца, например, полукруга, будет именоваться Crescent, и, собственно, это и есть полумесяц, именно так мы называем луну в растущей или убывающей фазе. Проезды называем словом Drive, проходы, соответственно, Walk или Path. Площадь — это Square, не русский сквер, к которому мы привыкли, это искаженное значение, так что не удивляйтесь, что в Нью-Йорке на Times Square не будет деревьев, но зато будут сплошные полотна рекламы. Внутренние дворы, которые обычно принадлежат только жильцам, и посторонние люди туда, скорее всего, не пройдут, называют в зависимости от того, что там находится сейчас или что было в прошлом. Базово — это Court, Yard или даже слитно Courtyard, буквально двор. Если внутри имеется сад или рощица, то можно сказать Gardens или Grove. Если раньше там были конюшни, то вы увидите слово Muse. Можно часто также встретить слова Place и Lodge — это как бы такое моё обособленное место. Проницательные и постоянные зрители моего канала, я думаю, помнят, как сказать по-английски тупик. Мы разбирали это в предыдущем выпуске по лингвистике. Есть два варианта. Французский более изящный — Caldasac, и более такой обычный, просторечный — Dead End. Чуть не забыла, если у нас есть речка, то набережную мы называем словом Embankment. И напомню, что Bank — это не только финансовое учреждение, но и берег реки. Напишите в комментариях, если помните, как называется берег моря, потому что это будет другое слово. Конечно, это не вся классификация, но если вы приезжаете в Великобританию, вы теперь точно не растеряетесь и сразу поймёте, широкая это улица или маленький узкий переулок, есть внутри растительность или это пустырь, проездная улица или тупик. Напишите в комментариях, какие слова для вас были в новинку, и, конечно, поддержите меня лайком, если видео было вам полезным и понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!